Звание «Заслуженный работник культуры Чувашской республики» присвоили режиссеру из Янтиковского района и руководителю фольклорного коллектива из Ибресинского района. Почетные награды вручили на ежегодном праздничном вечере для работников и ветеранов отрасли. И на сцене, и в зале работники культуры. Праздничный вечер традиционно объединил всех деятелей отрасли. 2018 год они завершили достойно, проведя более 100 масштабных мероприятий всероссийского и республиканского уровней. Мы, как всегда, являемся площадкой для проведения российского фестиваля русского народного творчества «Свучья российская глубинка». В этом году будет проходить он в 21-й раз. Мы ждем гостей и не менее чем из 10 регионов Российской Федерации. У нас 8 творческих коллективов, имеющих звание «Народный», 540 участников самодеятельности, великолепная сцена, интеллектуальный свет, 12 киловатт итальянского звука. Мы готовы к проведению любых мероприятий на уровне Чувашской республики и всероссийских мероприятий. Добро пожаловать! К слову, об оснащении и обновлении. В 2018-м отремонтировали 143 сельских ДК, 5 отстроили с нуля. За два года открыли 16 новых кинозалов. Более 200 миллионов впервые направили на школы искусств. Все это благодаря финансированию из республиканского и федерального бюджетов. Модернизация очагов культуры на селе – важная задача. Но творческие люди в большинстве своем работают по зову сердца, понимая свою миссию – сохранить и приумножить наследие предков. Например, в Ишмурзино-Суринской деревне большая часть населения – татары, и они вместе стараются сохранить свою культуру. У нас работают коллективы, ДУСЛЭК, театральный коллектив тоже. И вместе с этими мы выступаем в республиканских, районных смотрах. А насчет ремонта, конечно, не очень-то плохое, но состояние ухудшается. У нас с 1975 года рождения этот дом строился. Звание «Заслуженный работник культуры Чувашской республики» присвоили режиссеру Народного театра Кеншихова-Нарвашского дома культуры Зое Васильевой и художественному руководителю Народного фольклорного коллектива «Эреветь» Александру Федулову. 2019-й работники культуры начинают с вдохновением и энтузиазмом, особенно театральные деятели. Ведь этот год в России – год театра. Очень, конечно, ответственный год будет, потому что мы должны показать себя со всех сторон. Со стороны режиссуры, художников, со стороны артистов тоже. Поэтому планы большие. Тоже будут фестивали разные. Это большой фестиваль. Сказочный палитр четвертый раз собирает в ноябре. Мы будем делать театральный форум первый раз на базе театра юного зрителя. У нас будет лаборатория драматургов. Ну и, естественно, премьерные спектакли. У каждого учреждения культуры уже составлен план мероприятий, не менее насыщенный и яркий, чем в прошлом году. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.